Больше недели без электричества. Одесская область до сих пор не может оправиться от снежного бурана. Сложнее всего городу Вилково. СМИ сообщали пугающие прогнозы. Дескать, энергоснабжение там восстановят лишь через месяц. Но оказывается, свет Вилково появился, правда, ненадолго. Пару часов назад он опять погас. Какая причина без арабского блэкаута? Наш Андрей Анастасов вернулся из зоны стихийно-коммунального бедствия. Такого снегопада здешние места не помнят 70-х годов прошлого столетия. Метель, обледенение, шквальный ветер скоростью 30 метров в секунду. Бетонные опоры, линии электропередачи ломались как спички. Всего по Одесской области их упало свыше тысячи. Прошла уже неделя, а ремонтные работы идут до сих пор. Арцисский район. В заснеженных полях упавшие столбы лежат штабелями. На их месте рабочие устанавливают новые. Показывают опоры, просто не выдержали веса образовавшегося льда. Это с двух кусков. Это на проводе все было. Следом идут энергетики. Их задача восстанавливать воздушные линии. Но вот беда. Местные украли провода, чтобы сдать на металлолом. Это значительно осложняет ремонт. То есть они спокойно залазили в пользу с тем, что стихия. И резали провода. В целом по району до 22 километров. Это 3,5, где-то до 4 тонн проводов. Ну, что же сделаешь, люди. Между тем восстановление этой ветки ждут десятки сел в дельте Дуная. И особенно конечная точка – город Вилково. Большая его часть уже неделю без электричества. Больницу питают от дизель-генератора, развернули пункт обогрева. И даже временно переселили сюда пенсионеров. Я довольна, потому что мне было очень холодно. Сложнее всего пришлось обитателям многоэтажек. Ведь если в частном доме можно затопить печь, то здесь, в квартирах, лишь электрокамины. Наталья, мать инвалида, говорит, не припомнит настолько масштабного катаклизма Вилково. Температура в помещениях приближалась к нулю. А 4 дня после блэкаута не было еще и воды. Вот эти 4 дня мы были полностью отключены от мира всего. Как хотите, так и выживайте. Ну я как я, он жаль, жаль, чем меня. Согревались как могли. В результате теперь многие лечатся. 4 одеяла, шуба сверху. И вот это вот я целыми днями сидела вот в этой норьке. И мы вот так вот грелись. Посреди многоэтажек власти организовали пункты помощи. Здесь, например, прямо в местном магазине. Пограничники привозят горячую кашу, хлеб и кипяток. А в этом микрорайоне служба по чрезвычайным ситуациям разбила палатку. Внутри буржуйка, чай, генератор для подзарядки телефонов и местная детвора. Для нее самой большой проблемой стало отсутствие интернета. Это как-то смерть. Это вообще, ну вообще. Долгожданный свет в Вилковских многоэтажках появился только в среду вечером. Энергетикам удалось запитать дома по резервной линии. Теперь нужно подать электроснабжение в частный сектор. В так называемую Украинскую Венецию. Это туристическая часть города, где вместо дорог каналы, а вместо машин лодки. В прессе мелькали сообщения, что на это уйдет целый месяц. Но власти опровергают. Я думаю, что в течение может быть трех-четырех дней. Это смотря сколько бригад будет выделена особая энерго, которая будет восстановлена данной линией, которые были повреждены стихийным бедствием. Пока же большинство жителей Вилкова сидят в потемках. Кто возмущается, кто терпеливо ждет, кто напоминает. 21 век на дворе, мол, не мешало бы на будущее предусмотреть такие ситуации. А еще шутят. Сейчас как в старинку. Шесть часов, семь часов ложатся спать. Я говорю, хоть понаговориться между собой сейчас. А то все заняты. Может понарожать больше детей. Что касается основной линии, которую шаг за шагом энергетики поднимают с земли, то ее планируют восстановить в первых числах февраля. Всего в Одесской области стихия обесточила около 700 населенных пунктов. Порядка 20 из них до сих пор без электроснабжения. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер.